Говорят, что самые красивые девушки России живут, как ты думаешь, где? Конечно же, в Якутии. Ведь где среди суровых морозов и вечных льдов рождаются настоящие бриллиантовые невесты. Сегодня в нашей студии Ирина Камеонко, руководитель проекта «Бриллиантовая невеста Якутска». Ирина, доброе утро. Доброе утро, Ирина. Ну, давайте освежим немного памяти. «Бриллиантовая невеста Якутска» конкурс прошел в этом году в марте, правильно? Да, верно. И подведительницей стала очаровательная Анжелика Кардашевская, которая сегодня, к сожалению, не смогла присутствовать. Да, к сожалению. По определенным причинам, да. Ага. Буквально недавно Анжелика вернулась со всероссийского конкурса. Да, мы прилетели буквально в пятницу и только-только, можно сказать, отошли от всех перелетов и вошли в часовые пояса, так скажем, с корабля на бал, сразу на эфир. Вот. Прилетели благополучно, прилетели с победой в номинации «Бриллиантовая жена России». Вообще мы участвуем только второй год, и второй год подряд у нас на самом деле очень хорошие результаты, потому что в прошлом году мы показали себя тоже, можно сказать, на высшем уровне. В этом году мы превзошли результаты свои же и взяли номинацию «Бриллиантовая жена России», чем очень гордимся. Да, действительно. Давайте с телезрителями поделимся, как проходил конкурс, где это было, сколько участниц, все регионы России, правильно? Ну да, много городов присутствовало. Вообще фестиваль «Невест» проводится уже 11-й год всероссийский, и с каждым годом на всероссийский фестиваль приезжает все больше и больше городов, все больше и больше красавиц радуют глаз. И, как я уже сказала, что мы только второй год участвуем в этом проекте, очень нравятся, очень рады, и уже с нетерпением готовимся к следующему. Вообще фестиваль «Невест» он проходит как Евровидение, то есть финал происходит в городе-победителе. В прошлом году выиграла девочка из Перми, поэтому мы отправились в этом году в Пермь. Было более 15 городов нашей России, в том числе республика Татарстан, республика Саха-Якутия, столицы Санкт-Петербург, Москва, то есть все самые-самые такие вот крупные города, миллионники, 22 участницы. То есть конкуренция была такая достаточно хорошая. Все девочки очень хорошие, очень красивые, показали себя тоже на высшем уровне, поэтому для нас это прям отличный результат. А если говорить вот о нашем этапе, да, в нашем городе Якутске, насколько борьба ожесточенная вообще идет, ну, конкуренция за то, чтобы представлять нашу Якутию как раз-таки на этапе российском? Нет, ну, вообще бриллиантовая невеста – это больше всего не конкурс, а фестиваль невесты. Его почему так назвали фестиваль? Потому что вроде как победители все. Здесь нету какой-то жесткой борьбы, какой-то прям конкуренции. Все девочки очень дружные, они за время проведения этого фестиваля, там, от месяца до трех месяцев тесного знакомства, тесного общения друг с другом, они очень дружны становятся. Вот, и поддерживают друг друга, помогают друг другу. То есть никто каблуки не подпиливает, наоборот. Где-то там что-то подгладить, где-то что-то поправить. Это прямо очень такая душевная школа жизни на самом деле. Находят себе подруг. Да, находят себе подруг, и это уже, этому доказательству уже второй год, потому что многие девочки, они до сих пор дружат и ходят друг другу в гости. То есть даже мы с организаторами, то есть ходим к девочкам в гости, девочки приходят к нам, и тесное общение никто никогда не отменял. Ну, пожалуй, там, одним из главных условий это выйти замуж в прошлом году, да? Да, в течение прошлого года. Так как с прошлого года во Всероссийском фестивале появилась номинация «Бриллиантовая жена», до этого не было этой номинации, до этого было более такое вот ограниченное условие быть невестой прошлого года. Получается, с прошлого года, с 2016-го ввели номинацию «Бриллиантовая жена», и то есть может принять участие девочка, которая вышла замуж в последние три года. Что ж, Ирина, спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы желаем и вам удачи, и Карине быть и оставаться такой же прекрасной.